Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман, и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Прежде чем мы начнем, небольшое объявление о том, что со следующей недели стартует курс персональной инвестиции. Недельный курс, который поможет вам разобраться с подходом анализа рынка по системе Price Action. Этот курс подойдет как новичкам, так и тем трейдерам, у которых уже есть опыт, но не хватает определенных знаний именно в системе торговли Price Action. Поэтому вас на него приглашаю. Ссылку на регистрацию вы сможете найти под этим видео. Итак, перейдем к паре евро-доллар. Пара евро-доллар продолжает рост уже практически пятый торговый день подряд. Растем практически без коррекции. Вчера доходили до локальных максимумов в области 1.1172. И фактически следующая цель у нас уже открывается в области 1.30. Те максимумы, которые у нас были зафиксированы в ноябре 2016 года. Ну и дальше уже, соответственно, по дальнейшему укреплению пары евро-доллар. Безусловно, определенные уровни коррекции мы сможем увидеть по данному направлению. Поэтому сейчас один из важных уровней, который стоит отслеживать, это, по крайней мере, минимум в области 1.1080. Меню, который был зафиксирован вчера. Прохождение ниже данной отметки может нам дать начало коррекции в краткосрочной перспективе, что в свою очередь позволит присоединиться к данному движению уже по более интересной для нас цене. Пара британский фунт, американский доллар также продолжает свое восходящее движение. Возможно, не столь активно, но вчера уже доходили до первой цели, это область 1.2979. Следующая задача пары британских фунтов, это закрепиться выше отметки 1.2980. Локальных максимумов, которые были зафиксированы в мае. Ближайший коррекционный уровень по данному инструменту мы можем отметить в области минимума, который был отмечен вчера, значение 1.2905. Пара австралийский доллар, американский доллар продолжает свое восходящее движение. Сегодня обновили максимум 15 мая, поэтому на текущий момент коррекционный уровень по данному коррекционному восходящему движению по австралийцу находится в области 0.7388. Коррекция по австралийцу продолжается. Пара американский доллар, канадский доллар на текущий момент продолжает свое нисходящее движение. Вчера были попытки обновить минимум 16 мая, но пока это не получилось, поэтому на текущий момент коррекционный уровень все остается также на отметке 1.3660. Это максимум 16 мая. Уход уже ниже отметки 1.3570, то есть обновление минимумов вчерашней торговой сессии. Также 16 мая даст возможность переместить уже, к примеру, уровень стоп-лосс. И разворотное значение по данному движению уже за отметку 1.3642. Пара американский доллар и японская иена также продолжает свое нисходящее движение. За буквально 3 дня прошли порядка 320 пунктов, довольно-таки активное движение. Для данной валютной пары давно такого не было. И на текущий момент цель по движению остается в области 109 ровно. Но опять же мы с вами понимаем, что пара может прийти туда не сразу и не в оставшиеся 2-3 дня. Вполне вероятно, что мы можем видеть коррекцию несколько дней с последующим продолжением нисходящего движения. Но на текущий момент, если мы берем импульсное движение, то пока коррекционный уровень остается на отметке 113.75. Безусловно, важно помнить о том, что у вас всегда есть возможность использовать частичное закрытие ордеров. Вы можете закрыть часть от объема, таким образом зафиксировать уже ту прибыль, которую нежелательно потерять в ходе коррекции. Поэтому этот момент также имейте в виду. Пара евро-фунт продолжает свое восходящее движение. На текущий момент дошли до отметки 0.8611, пока пара не смогла обновить максимум вчерашней торговой сессии. Но движение, восходящее по паре евро-фунт, также продолжается, пока евро побеждает. По индексу DAX вчера ушли ниже уровня поддержки в области 12.664, что может нам говорить о начале коррекционного нисходящего движения по индексу DAX. Если говорить о продолжении восходящего тренда, то индексу нужно закрепиться выше, по крайней мере, отметки 12.787. Это максимум, который был зафиксирован вчера. Золото также продолжает свое восходящее движение. И пока на текущий момент разворотный уровень. Та коррекция, которая у нас была предыдущая, остается на отметке 1229 долларов за тройскую унсен. Тенденция на укрепление со следующей целью в область уже 1300 остается в силе. Нефть марки Brent также продолжает свое восходящее движение, хотя вчера не смогли обновить локальный максимум, не ушли выше максимумов 15 мая. Тенденция на текущий момент также остается на укрепление. Ближайший коррекционный уровень по данному активу, на мой взгляд, стоит отметить в области 50.87 долларов за баррель нефти марки Brent. Ну и индекс доллара продолжает свое нисходящее движение. Вчера локальный минимум, который был показан, это 97.32. Сегодня с открытия уже доходили до 97.27. Поэтому сейчас тенденция на ослабление индекса доллара также остается в приоритете. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Увидимся на следующих видеообзорах. И также вас буду ждать на курсе персональной инвестиции, который стартует за следующей неделю. Всем спасибо за внимание и до свидания. Продолжение следует...